Строгих закономерностей, как эти слова для счета, используемые, скажем, в китайском языке, там есть какие-то вот для счета разного типа предметов. Но я так вот очень поверхностно знаю, может, я не знаю, есть ли у вас китаисты? Да. В фанскрите, насколько я знаю, нет. Сорва, это может в зависимости от контекста обозначать либо, в смысле, все, если во множном числе, в единственном числе это может обозначать каждый. Да. Очень много, да, очень-очень много нюансов, которые именно определяются в контексте. Поэтому я советую, конечно, и я сам, я советую, потому что я сам делаю ровно то же самое, то, что советую другим. Даже если мне кажется, что мне слово знакомо, я всегда все равно, ну, если делаю такой основательный перевод, скажем, не вот так вот с листа просто быстренько перевожу спонтанно, а какой-нибудь приличный, вернее, перевод с претензией на то, что это приличный будет перевод, я обычно тогда говорю, вернее, смотрю в словарь и все пробегаю, все, что там есть. И вообще не в один словарь, а в три словаря основных. Это Бёртлинг, это Монье-Вильямс и Апте, Revised and Enlarged Edition. Это вот Монье. В такой очередности? В очередности, это чисто такая моя очередность. Почему? Потому что в Монье легче всего искать. Там можно искать очень легко, в том числе и с префиксами, и какие-то там можно прилагательные, ППП, и с несколькими префиксами. В Бёртлинге так не пойдет. Бёртлинг идет по гнездовому принципу, по корневому. Там всегда только, там нельзя найти, допустим, ПАТИТА, ПАТИТА, да, ПОВАЛЕННЫЙ. Там обязательно нужно идти на ПАТ и посмотреть на ПАТ, и вот где там каузативную основу найти. В этом смысле для, ну, вряд ли кто-то, многие из вас будут пользоваться Бёртлингом, поскольку это немецкие слова. Конечно, можно РЕНУ еще пользоваться, но мой французский не настолько хороший, чтобы еще РЕНУ смотреть. Вот. А потом, да, а в АПТИТА уже только в самых серьезных случаях я заглядываю, потому что он существует, тут у меня лежит он такой очень-очень мелким шрифтом, у меня до сих пор нет очков, и как-то я только могу его читать при дневном свете. Вот. Ну, в АПТИТА обязательно надо заглядывать. Если вот делать действительно, смотреть какие-то нюансы, для чтения философских текстов он более серьезен, нежели Монье, потому что, ну, во время Монье еще не было столько философских трактатов известно, или Бёртлингом. Нам всегда профессор Прайзентан всегда наставляла нас обязательно пользоваться АПТИ, и она практически только АПТИ пользовалась. Ну, у АПТИ есть несколько изводов, есть старый АПТИ, это трехтомный, но там словник. Он вот по объему, он довольно большой, он в трех томах, по-моему, 50 или 60, как он до года был издан. Он, между прочим, есть в виде дежавю, он даже есть. Нет, он есть в виде PDF, и, собственно, он в виде опознанного, распознанного текста на сайте Кольна есть. Да, но надо, но нас всегда призывали вот пользоваться этим revised and enlarged, это такой самый последний извод, потому что есть еще concise dictionary, но он concise, revised and enlarged, потому что есть, правильно, есть еще students dictionary, студенческие слова АПТИ. У меня он тоже есть, но я ему же не помню, когда я в последний раз пользовался. Он такой, он меньше, чем вот этот вот revised and enlarged, concise. То есть вот надо этим пользоваться concise, revised and enlarged версии. Да, вот АПТИ нужно, ну, если есть такая возможность, если есть сам этот словарь, он, к сожалению, на кернском сайте, там он, по-моему, просто как-то он есть в виде какого-то одного скана, вот одной страницы. Нет, 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 он есть целиком, просто надо знать вход. Ну, надо знать, в данном случае, вот просто так, я не знаю. Просто из-за копирайта индусы придрались, из-за копирайта пришлось спрятать. А при чем здесь копирайта? Потому что 56-й год еще не закончился. Ясно, ясно. Это же Германия, они верят в копирайт. Да, поэтому у нас на Ютьюбе практически половина из того, что, допустим, есть в Австрии, можно посмотреть, в Германии посмотреть невозможно. Ну, ладно, это уже другой разговор. Да, еще что-нибудь по предмету, какие-то вопросы есть? Все, более или менее? Все, более или менее. Ну, хорошо, тогда в заключении можно... Можно, ну, что можно? Можно шлоку такую прочитать, прецитировать. А, я знаю, какую. Какую, которую буквально на днях, два дня назад я сочинил. Да. Сначала перевод. Божественный санскрит оживляет человеческие сердца, вдохновляет замечательных ученых, мужей в их трудах. Он как жизненное дыхание для поэтов. Он дарует мысленную мощь людям красноречивым, а для изучающих его студентов он подобен настоящему чуду, увиденному собственными глазами. И вот это звучит так в оригинале. Санджи винисья цурабхарати хридам, Санчо да янти хасувагаран критау, Пранах кавинам кратудапи вагминам, Ну и вот с этими назидательными, глубокомысленными словами, чтобы дать лишний раз чуранам или преранам Инстигэйшн, Инспирэйшн в деле изучения санскрита, которая вот она дживана-форианта. Или я бы сказал, а дживан. Сколь долго длится жизнь, столь долго длится изучение санскрита, на самом деле все это еще переходит, видимо, ну не знаю, есть ли перерождение, если оно есть, наверняка это в виде каких-то вот биджа, биджанина, семечек духовных заложенных, оно должно передаваться дальше. Так сказать, это такой вот long time project. Да, ну я надеюсь, что наш семинар, он эти семечки закладывает. Пишите ваши вопросы, ну если вот есть какие-то серьезные вопросы или что-то неясно, то сбрасывайте их в телеграм, специально именно как там пометить, что это именно вопрос ко мне. Ну чаще на неделе у меня сейчас настолько много дел, я их просто вот соберу, ну пусть даже один, два, три, сколько вот их будет вопросов, я их попытаюсь собрать и тогда отвечу где-нибудь, не знаю, в начале или в течение семинара. Хорошо? Спасибо. До следующего. А, у нас закончилось правильно. У нас закончился 10-й. Я надеюсь, да, 10-й, на 11-м, так сказать, в 11-й месяц блок увидеть не только, не только всех вас здесь сейчас присутствующих, ну и еще кого-нибудь побольше. У нас есть один новый участник. До свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Продолжение следует...